Экологический парк запустил в строй первую детскую площадку. Почетным гостем по назначе нового игрового комплекса стала депутат Законодательного собрания Челябинской области Лена Колесникова. Год назад именно она дала старт этому благому начинанию, выделив на начальный этап работ 400 тысяч рублей из депутатских средств. Приехав в Экопарк, Лена Колесникова предложила не сразу пойти к детской площадке, а сделать небольшой крюк по его территории. За последние месяцы здесь появилось немало новых спортивных сооружений, которые она захотела посмотреть. Являясь заядлым туристом, у которого за плечами и тяжелейшие горные восхождения, и экстремальные сплавы, Лена Рафиковна не раз убеждалась, что активный отдых на природе – лучшее средство для восстановления и физических, и духовных сил. Поэтому создание такой активной лесной зоны на территории города у нее всегда вызывало искреннее восхищение. Я видела этот парк, когда он только-только начинал свое существование, свою работу, и мне есть с чем сравнивать. Я считаю, что прорыв колоссальный, потому что здесь городские власти выделили немало средств, чтобы всем было удобно, комфортно, полезно. Конечно же, это показатель уровня и культуры в первую очередь. Мы можем вправе сказать, что культурному отдыху уделяется большое место и большие средства. И я всегда говорю, что по паркам можно судить о уровне жизни. То есть, если такие парки существуют, значит, все-таки не все так плохо, как принято в последнее время говорить. Футбольные и волейбольные поля, лыжные и велосипедные трассы – занятия по душе здесь могут найти и школьники, и взрослые. А вот у самых маленьких магнитогорцев своей зоны отдыха не было. Понимая, насколько велика в ней потребность, Лина Колесникова выступила с инициативой создания детского городка. Глава города Сергей Бердников ее поддержал, и в ЭК-парке появилась первая детская площадка со спортивной направленностью. Хотелось, чтобы как-то все виды спорта отразить. И скалодром здесь, и канатная дорожка, и по бревну можно пройтись. То есть, это опять же развитие для ребенка своего рода, чтобы он как-то себя чувствовал уверенно, ну, в том числе и веселился, развлекался. Здравствуйте! А вы часто сюда приходите? Ну да, бывает, да. Нравится вам здесь? Ну, конечно. Удобно? Очень удобно и красиво. После реконструкции вообще очень хорошо. От новой площадки мамы и папы действительно пришли в не меньший восторг, чем их чадо. Ведь теперь есть где оставить детей на время утренней пробежки. Высокую оценку новому объекту дала Елена Колесникова. Мне городок очень понравился, потому что я считаю, что, как я уже говорила, это из какой-то бабаешкиной сказки. То есть, ты гулял-гулял и вышел в какой-то сказочный городок. Все достаточно сделано очень качественно, во-первых, за что я хочу сказать спасибо. Ну и я так думаю, что эта площадка будет иметь свое продолжение, потому что сказка же она начинается, но никогда не заканчивается. И я бы хотела, чтобы и наш городок вот он начался, и прирастал, прирастал, и правда превратился уже в такой большой комплекс. Так что, пообещала Елена Рафиковна, все хорошее только начинается. И, как гласит девиз ИК-парка, обязательно сбудется. Татьяна Артеменко, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.